В Люберцах отметили Всемирный день донора. По доброй традиции, на станции переливания крови в эти дни многолюдно. Праздничная акция собрала как тех, кто совершил тихий подвиг впервые, так и тех, для кого спасение – дело жизни. Никакого волнения нет. Делаешь доброе дело. Самое главное – это доброе дело делать. Ты делаешь добро, а оно по умиранкам потом тебе возвращается. С боевым настроем и блеском в глазах. Так в день акции донорами стали и молодогвардейцы. Молодогвардейцы. Константин Калугин последовал примеру сестры. Она сдаёт кровь регулярно. Сначала, как и положено, Костя прошёл первичное обследование. Пока в лаборатории исследовали его кровь, терапевт осмотрел молодогвардейца. После одобрительного годин приступили к самой сдаче. 10 минут времени. Минус 450 мл крови и Константин – донор. Чувствую небольшую слабость, но могу пробежать марафон. В душе всё отлично. Надо помогать людям. Сначала ты поможешь, потом тебе помогут. Почти все молодогвардейцы стали донорами впервые. Исключение – Анастасия Андросова. Она и инициировала коллективный поход в Люберецкую станцию переливания крови. Желание помочь возникло у студентки, когда она стала волонтёром. Я начала честно задавать себе вопрос, а кто я, если не я. Ну вот люди живут, думают, что ну как не будет без меня, как не будет без меня. А если все будут так думать, то кто тогда будет помогать. Я бы с удовольствием задавала кровь чаще, но ввиду особенностей организма это можно делать раз в три месяца. Сейчас, после затянувшихся ограничительных мер, каждый новичок в рядах доноров на вес золота. Крови критически не хватает, а помочь несложно. Чтобы сдать кровь, достаточно быть здоровым и совершеннолетним. Накануне не употреблять лекарства, жирную пищу, алкоголь и табак. Правда, самое главное в этом деле – желание. После сдачи крови проходят определенные этапы исследования, после чего эта кровь может поступать в лечебно-профилактические учреждения для использования. Таким образом, это занимает около недели. Капля крови, отданная донором, вливание в большой океан помощи. Акция, даже несмотря на сложную эпид-ситуацию, помогла собрать больше крови, чем в обычный день. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.